Здравствуй. Здарова. Откуда сам? Московская область. У меня сам родом с Винницы, Украина, но живу в Чехии. А, ну я знаю много молдаван и украинцев в Чехии. Что там, в Чехии так хорошо или просто легко документы сделать? Не легко, ну как я сказать, ну при Порошенко у нас вообще легко, да, сейчас. Раньше было сложно, как и у вас. Порошенко у нас добился, что, то есть, ну, можешь на работу ехать, ну, без проблем. Сейчас Зеленский, правда, что обосрал. А Зеленский что обосрал? Ну, ты не знаешь, что у меня в стране сейчас происходит? И что с твоей страны происходит? Не, ну то, что у вас в стране происходит, это в курсе. А что обосрал? Ты же в Чехии. Ну, так я давно в Чехии, но сейчас я не могу ни домой поехать, ни ко мне никто не может приехать. А что, жена не может приехать? А почему тут жена? Я говорю, жена, понятно, что может быть, женщины. А, мужики не могут приехать. Ну, это да, согласен. Я здесь встречаю вот этих ваших, и они говорят, да, хоть завтра выезжаю. Везда. Так как нахуй? Так я вот о том же. Никак не выйдешь. Сейчас даже за деньги, по-моему, нельзя выехать. Ну, нет, никак ты не выйдешь, ну. У меня друзья все военные, я учился в Харкеве, я сам военный бывший. Ну, никак, хоть и все, ну, никто не хочет воевать. Ну, зато Порошенко сдержал свое слово, что будьте во Франции пить каву. Не, я тебе скажу, вот на мою жизнь, вот мне 33 года, как Христу, блин. Вот на мою жизнь самый лучший президент это был Порошенко. Да? Да. Это был экономический рост в стране. Он сделал децентрализацию, то есть в Киев деньги не шли. Во всех поселках, вот, например, есть районный центр, я не знаю, какой с Россией там. Вот в районный центр раньше какую-то часть денег отсылал, ну, все деньги, в принципе, отсылал в Киев, а Киев распределял, что мне, например, в моем поселке нужно или асфальт, или, бля, бордюры положить, или еще что-то. Порох это все перевернул, взял децентрализацию. То есть все деньги, которые город заработал, вот все деньги оставались в городе. И при мне все в улице асфальтировались, а ЦФД не было нигде асфальта, понимаешь? Никогда. При порохе все асфальтировалось, стадионы в поселках, стадионы начали делать, резиновые дорожки на стадион оселить, понимаешь? Миллионы гривен выделялись на это все. Ни при одном президенте никто никогда столько не сделал, как Порошенко. Ну, там все равно пиздили. Я с тобой согласен, пиздили. Так, подожди, а ты Янеке, что было херово? А что я их сделал? Ну, скажи мне. Нет, подожди, а при нем было херово? По-моему, с тех пор, как Янека... Ну, подожди, при Янеке еще что-то делалось? Я что не делалось? Ну, зачем ты мне рассказываешь? Нет, так подожди, а я... Ничего не делалось? Нет, подожди, но я понял то, что это, Янек там раздал зарплаты все. Зарплаты всегда были стабильные, ни у кого не было задержки. Так и при Порохе были стабильные? Ну, это уже после того, как Янек все стабилизировал. Так при Янеке ничего не делали в стране, ты понимаешь или нет, разницу между Порохом и Янеком? Что при Порохе все, стадионы, школы, ремонты, во всех школах, в селах поставили пластиковые окна, асфальт в селах поселили. Ты не понимаешь, потому что это видно все, ну, любому человеку. Нет, подожди, ты не понимаешь чуть-чуть, один момент, один маленький момент. А при Порохе война, при Янеке ее не было. Это первый момент. Второй момент... Подожди, дай, дай, дай объясню. Второй момент. За четыре года, вот как ты думаешь, вот тебе бы дали эта власть, ты бы за четыре года что-то бы сделал для страны? Я сейчас уже не знаю. Вот. Я иногда себе задавал вопрос, чтобы мне, к примеру, дали власть вот на четыре года. Даже, даже не то, что Украины или России, Молдавии, маленькой страны, там в два-три раза меньше, чем... Я не знаю, ты сразу даю... Я понимаю, я понимаю прекрасно, что за четыре года ни хера бы не успелось сделать. Вот. При правлении... Ты понимаешь? Я знаю то, что при Янеке Янек, когда пришел к власти, до хера задолженности были по зарплатам, по пенсиям, по всему этому. Были у людей задолженности. Но это люди ваши рассказывают. Вот. И Янек решил эту проблему, выдались зарплаты, выдались пенсии, выдалось все. Янек, как бы, начинал, начинал все. Вот. И, ну, опять же, он... Сначала ему предложили Европу, потом он, когда посмотрел, при каких условиях с Европой дружить, он сказал, что, типа, давайте, ребята, мы тормознем. Послушайте. Вот. И когда, вот я нахожусь в Чехии, в Европе, я был и в России, у меня бабушка Стасия, я постоянно туда ездил до войны. И в Украине я прожил. По Европе я был во всех странах. Абсолютно. Не, не было только в Швейцарии и все. А, нет, в Швеции еще не было. В Швеции, Норвегии и Швейцарии. В остальных странах всех был я. Угу. 150 миллионов раз. И не надо мне рассказывать, и в России я был, и в Украине. Угу. Куда нам тянуться? Явно не к России. Ты мне извини, ты русский. Так. Но вы живете, ну, не так, как в Европе. Ты понимаешь это или нет? В смысле, а как? Почему? В смысле, мы беднее. Подожди, в чем мы беднее? Я тебе расскажу, ты знаешь, как пенсионеры здесь живут? Как? Ну, смотри, вот я дальнобойщик, я приезжаю в Ирун, это граница Франции и Испании. Угу. Там океан. Так. Приезжают туда, и все пенсионеры пиздуют туда на байках, на харликах, на... Приезжают, снимают вилы, блядь, на пенсию. На пенсию. Купляют себе байк. Приезжают, и моя, я тебе расскажу, моя мама, пенсионер, ей не хватает за коммуналку оплатить свои пенсии. Не на... О каком байке она даже не представляет. Она даже, ты понимаешь, что такое время, вот, постсоветская эта хрень, они даже не понимают. Ты стоишь, например, в Германии на заправке, просто заправиться, выпить кофе. Стоят мужик, которому 70 лет, и баба 70 лет. Целуются в засос, блядь. Угу. Просто. Ну, жизнь совсем другая. Прикинь, а здесь у нас это самое, пенсионеры на Лексус новых катаются. Моя бабушка забрала дюрсо. Послушай, да слушай. Моя бабушка забрала дюрсо. Или же. Угу. Я к ней приезжал в 2008 году. У нее вся пенсия была расписана. Абсолютно вся. Свет, газ, мясо, сахар, соль, блядь. Ты понимаешь? Не сравнивай жизнь в Европе, ну. Ты видишь, как здесь живут люди? Как? Как? Это небо и земля, по сравнению с нами. Как? Небо и земля. Ну, что ты мне рассказываешь? Хорошо, они на пенсию могут позволить купить байк, блядь, в 70 лет. Ну, что ты мне рассказываешь? Ты думаешь, у меня кореша не работают в Германии? О. Ну, что ты мне рассказываешь? Они что-то не видят или что? Да, вот они мне рассказывают то, что там на 2000 баксов хер проживешь. Евро, блин. А? Хер проживешь на 2000 евро. Вот. Это надо, чтобы двое работали. Это надо, чтобы двое работали. Если ты был с грузчиком, я с тобой согласен. В смысле с грузчиком? Там чувак это, занимается шумкой для автомобилей. О. Он работает без выходных, без проходных. У него 2000. Что? У него 2000 зарплата. Это с вычетами налогов уже. Ты что, а кем он работает? Шумкой занимается для автомобилей. Шумоизоляцию. В Германии? Да. В Германии? Да. Да, в Германии. О. В смысле быть такого не может? Ну, в смысле быть такого не может. Ну, я понимаю. Ну, ты. Это ты. Блядь. Почему вы все, типа, я здесь зарабатываю, к примеру, на 100 евро больше, и это все так, типа, зарабатывают. Нет. Ты платишь? У тебя есть гражданство? Есть гражданство Чехии? Нет. Я 5 лет. Нет. Слушай, а ты плачешь налоги в Чехии? Конечно. Плачешь налоги. Ну, это хорошо. Вот. И тебе сколько, и сколько тебе остается? Вот. Ты, ты один работаешь или женой? А. Ты один вроде там. Ну, послушай, смотри. Ну, послушай, смотри. Подожди. Стоп, стоп. Один момент. Не, 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 не. Подожди. Один момент. Ты живешь где? В бараке? Не. В бараке живешь или снимаешь отдельно квартиру? Не, у меня общага. Ну, ты в общаге живешь. Ты в общаге живешь. А если бы ты привез свою семью, жену, к примеру, снял бы квартиру, снял бы квартиру в Чехии, тебе бы хватало на жизнь? Если хочешь? Если хочешь, я сейчас отвечу. Да. Ну, смотри. Я живу в Воломоусе. Это третий город. Первый – Прага. Второй – Броно. Третий – Оломоус по величине в Чехии. Воломоусе трешку снять – 20 тысяч крот. Так. У меня зарплата 65. Угу. Питаться за пятнашку – это на всю семью вот так. Угу. Этот… У всех такая зарплата? Нет, не у всех я дальнобойщиков. Дальнобойщиков выше намного. Но не все дальнобойщиков, да? У нас у дальнобойщиков тоже, блядь, вот чувак за два года купил себе квартиру. Вот. Ну, понятно. Ну. Ну, ты сравниваешь хуй с пальцем. Там помимо дальнобойщиков есть продавщицы. Есть продавщицы, кто работает. Есть там еще какие-то на госслужбах. Давайте я расскажу. Вот смотри. Вот. Ну, рассказывайте мне такие сказки, что здесь пенсионеры, блядь, все на байках катаются, бляди, пальцевеером. У нас тоже пенсионеры на Лексусах катаются новых. Я охуеваю, блядь. Послушай, я знаю, как у меня пенсионеры в Украине живут. Это, ну, не тот уровень. Не, ну, на Украине я не знаю, как пенсионеры живут, если честно. Я знаю, как здесь в России, я вижу. Здесь намного голо выше. То есть, есть к чему стремиться. Так ты не знаешь, как в России живут? Знаю, у меня бабушка с России. Так у тебя твоя бабушка так живет, но другие бабушки по-другому живут. Так она в Абрауа живет, это Кабардинка, Абрауа, это короткая города. И что? И что? Ну, то есть, там, блядь, самое лучшее, в России это самое лучшее место для жизни, блядь. Нет лучших мест в России, чем жить в Абрау, блядь, Дюрсо, Кабардинка-то, ну, Веленджик, нет лучших мест. Да, ты еще скажи то, что это, блин, я даже хуй его знает это. Все говорят, что в Москве только живут. Не, я был вот, у меня бабушка с Кабардинки одна, а другая забрал. Ну, там Абрауа зовут Шампанского, они там, ну, дядька возил вино постоянно. Ну, как тебе сказать, в Кабардинке бабушка моя построила, типа, бараки, ну, как, не бараки, это грубо сказать. Там курортный город, они живут вот как Одесса, они живут как Одесса. Одесса, сколько не сдают в сутки, вот это, сколько сдают в сутки, да, но пенсия у нее. Но пенсия, за сколько она сдает вот эти, вот она же построила это все, у нее это все есть, ну, она зарабатывает с этого. Конечно. Она заработала, она заработала здесь эти бабки, она это построила, или она в Чехии, в Чехию поехала. Или она в Чехии заработала эти деньги. Не, при Советском Союзе. Вот, прикинь, она заработала, и здесь сейчас имеет у нее... Ну, это не Россия, Советский Союз, ты понимаешь или нет? Так, при чем здесь это, не Россия, в смысле не Россия? А кто продолжитель Советского Союза? Ну, не лепи, в Советском Союзе 15 республик было. То, а продолжитель Советского Союза? Ну, вы себя произносили, хорошо, хоть даже вы будете продолжителем. Ну... Сколько республик было в Советском Союзе? Ну, 15 ты же сам сказал. Ну, так, ну, что ты лепишь? Ну, так, почти все остались, почти. Какие? Одна осталась! Все! Все независимые сейчас, все другие страны. Казахстан, Азербайджан, Украина, Армения, Грузия... Ну что, лучше, подожди, а лучше стали жить? От того, что отделились? Ну, не знаю, я не жил в Советском Союзе. Ну, вот смотри, от того, что разделились, вот это разделение произошло, вот поэтому и произошел крах. Мы были самой мощной, самой сильной страной в мире. Да мне насрать про ракеты, вот это, знаешь... А при чем здесь ракеты? При чем здесь ракеты? Здесь не про ракеты. Подожди. А при чем здесь ракеты? Не про ракеты. У нас экономика, блин, была, пиздец. Украина вышла... Украина вышла из Советского Союза самой богатой. Да, послушай... И до чего добили Украину? Послушай, ни до чего не добили, было намного лучше. У меня отец, мой, рассказывает, у меня в календарке, чтобы купить «Жигуль», нужно было стать в очередь. И года четыре стоят в очереди, блин, и иметь на это деньги, чтобы купить «Жигуль». Сейчас я работаю всех и сбросил баба к отцу, а отец купил «Тойоту», ездить себе в «Тойоту». А каждый мог себе позволить? Подожди, стоп. А каждый мог себе позволить «Жигуль» купить? В союзе ты месяц? Ну да. Нет, конечно. В смысле нет? В очереди надо было стоять. В очереди, но подожди, в очереди, но каждый мог себе купить. Машину мог себе купить. А подожди, за сколько покупали эти машины? Я тебе скажу, отец закончил армию, «Волга» стоила Ольбе девять тысяч, он не говорил. Ну, живу где-то четыре тысячи столов. Ну, и каждый мог себе позволить. Нет, не каждый мог. Да ладно, не каждый. В Советском Союзе был социализм, блин. Вот, и зарплаты были у всех, это зарплаты были у всех одинаковые. Каждый мог себе позволить, блядь, и пожрать, и отдохнуть. Ты, даже если посмотреть, вот видосы… Согласись там, блядь. Подожди, вот посмотри, посмотри те же самые фильмы там или видосы, которые Советского Союза, какие пляжи были. Вот. Как были в тех же… В той же Серге… Не, подожди. В той же Сергеевке, в том же Геленджике забито было все. Забито. Как сейчас в Китае забито китайцы. Я приезжал в Абрау, я тебе скажу. Я первый раз в Кабардинке когда был у вас в России, я даже увидел пляж до туберкулезников, забитый нахуй. Через ленточку, вот ленточка натянута, туберкулезненько написано. И там сотни людей туберкулезненько купалось. Ну. То есть пляжи и в вас забитые были, и у нас. Да, сейчас война. Нет, подожди, ты чуть-чуть путаешь, как тогда был, ты просто не видел тогда. Вот. Я помню, когда маленькие ездили в это, в Сергеевку. Ну, еще был в Советский Союз. Ездили в Сергеевку. Да там негде было вступить. Ты что, если ты в 6 утра... Какой в 6 там? В 5 утра надо было встать? В 5 утра. А что поменялось? Для того, чтобы пойти поставить полотенце, чтобы ты мог где-то хотя бы место найти в 6 утра. Потому что в 6 утра уже были забиты пляжи людьми. Вот. Негде было вступить. Что поменялось? Что поменялось? Сейчас выходишь на пляжи пусто практически. Народу практически нету. Потому что у людей нету денег. Ну, сейчас, да, я с тобой согласен. Ну... Из-за войны... При чем здесь война? Я не говорю из-за войны. Я не говорю из-за войны. До... До этого. Послушай, я ездил в Одессу. Ты был когда-то на Аркадии где-то до войны? Был... Ну, ты видел сколько людей? В десятом году, по-моему, был на Аркадии. Ничего. Я бы не сказал, что это много. Ну, не знаю. Там мне эти полотенца, блядь, положить нахуй. Да это просто зажрались все. О... По... По... Типа негде. Мне надо, там, под шезлонгом, под это все. О... Я когда был в 10-м году, там можно было легко себе найти место там где-то на песочке, где угодно. Можно было найти место. А когда я был тогда еще с родителями, и помнишь тогда, что было? От работы всегда давались путевки куда-то, либо в санаторий, либо на море. Вот, все ездили как-то. Было хорошо. Да, я с тобой согласен. Я помню даже то, что это... А в чем проблема? По путевкам ездили, вот ту же Сергеевку, это самое, останавливались. Ты какого сейчас мнения? Вот ты нормальный вроде человек. Ты какого сейчас мнения? За это все нужно убивать людей? Так, подожди, а что, за это убивают людей? А за что же с войной идет? За то, что у вас власть такая. Недоговороспособная. Вот из-за чего. А у вас Путин договороспособен. Путин договороспособен. Ну, а в чем он не договороспособен? Объясни мне. Который говорит, что Крыму никаких претензий нет, что это Украина. Смотри. Ты видел письмо Януковича? Это договороспособный человек? Подожди. Ты видел письмо Януковича 2014 года? Ебануц. А кто такой? Ну ты, понимаешь? Народ 40, тогда на то время, 45 миллионов народ, который живет в этой стране, блядь. Вы пошли, блядь, войной сюда, она. Стоп, 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 когда кто пошел войну? К чему ты хочешь? Стоп, 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 стоп. Ты нормальный человек, да? Не, 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 стой, 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 стой. Русские? Когда? В 14 году. Ага, войной пошли. А Турчинов не пошел войной? Захватили Крым, блядь. Подожди, Турчинов, захватили. А как это назвать? Блядь, ты мне покажи, блядь, хотя бы один видос, блядь, крымчан, когда они орали, типа, Россия ГЭТ, блядь, мы здесь, это самое, это наш Крым, блядь. Ты понимаешь, что я тебе не покажу ничего, потому что... Потому что нету такого. Нету такого, правильно, как ты говоришь. Да, потому что крымчане проголосовали, крымчане проголосовали, там войны не было в Крыму. Конечно, не было, потому что дослушай до конца. Потому что, блядь, как тебе бесит, вот я в Украине с Винницы, я не с Крыма, я с Винницы, у меня бабушка в Браудюсов, то есть я ездил туда постоянно, блядь, общаться с русскими. Всю жизнь, блядь. Все было у нас нормально, понимаешь? Никогда никто не мог ожидать от вас. Ты опять же, моя хата с краю. Ты почему за всех отвечаешь? Еще раз, почему ты за всех отвечаешь? Ну, послушай, я живу в окружении людей, наверное, здесь. Ну, какое у тебя окружение? Сколько у тебя людей в окружении? Ну, не знаю. 10, 20 человек? Нет, не, послушай, я капитан в отставке, я учился в Харькове. Ну, только с Харькова тысячи людей знакомы. Были боевые действия в Крыму? Нет, убили там пару человек и все. Ну, там убито пару человек при стычках между, когда были там эти митингующие. При стычках, при том, как ваши войска заходили. Когда заходили? Какие войска заходили? Там наши войска были. Ну, Путин признал это. Ваш Путин признал, что ваши войска, он грамоту, не грамоту, а медаль выпустил, блядь, за возвращение Крыма, блядь. Ну. Кто участвовал в этой операции? Ну, что ж, ну, блядь. Так там были вот эти Севастополя. Если твой президент это уже озвучил, блядь. Ну, так ли че? Вы захватили Крым, блядь, это отрицание. Никто не захватывал Крым. Референдум в Крыму был? Послушай, когда военные люди с автоматами... Давай не пересказывай мне телевизор свой. Ну, не гони. Вот я думал, ты нормальный, это самое, ты мне телевизор свой пересказываешь. Ты можешь мне найти? Подожди. Давай вот сейчас это самое. Ты сейчас хочешь сказать, что люди в Крыму хуёво живут? При чём здесь хуёво или не хуёво? А в 13-м жили хуёво или что? Лучше, хорошо жили. А что, хуёво жили в 13-м жили? Ну, а хорошо жили. Так может, крымчане не согласились, блядь, с тем, что, блядь, свергли власть? Может, крымчане этого не хотели? Ты понимаешь, что власть никто не свергал. А шо сделали? Как ты говоришь? А шо сделали? Давай мне телевизор, повтори, самоустранился. Есть такая статья в Конституции, самоустранение президента. Нет, ну я не знаю, как вам объяснить, когда убежал Янукович, как это назвать? Куда он убежал? Ну, в Ростов он убежал. А какого, блядь, это, пиздец, блядь, ты серьезно, нахуй, на этом бреду ты живешь? Янукович, Янукович 22-го числа, 21-го его свергают, 22-го он в Харькове, 23-го он в Крыму, блядь. Послушай, где он сбежал, это самое? Ну, тебя же не было там, послушай, я тебе просто расскажу, что этот Майдан можно было разогнать за день. Понимаешь? Каким образом? Но никто обыкновенным приглашал полка, блядь, у нас 4 полка было на Звардии, которые учатся, всю жизнь они тренируются против массовых беспорядков, нас называют. Ага. Ни один полк там не был, почему? Почему? Ну, задай себе вопрос, почему? Я тебя спрашиваю, почему? Я, там, курсантов, меня, послушай, я учусь в Харькове, там резиновыми пулями стреляли, это самое, вы, вы, это, хай подняли, блядь, ой, нас бьют. Не рассказывай мне казах, я учился в Харькове в Академии, меня курсантов туда пригнали, блядь. Я стоял, когда мне пиздили курсантам там, возле меня стояли, блядь, шеврон по части варта, блядь. Это то есть полк по части варты, сбройных стрелок, и, блядь, шагают, нахуй, понимаешь? Ну, я не видел там ни Ягуар, ни Гипад, блядь, ни БАС, блядь, ни одного шеврона, блядь. А почему, блядь? Потому что Майдан был выгоден этому президенту, нахуй. Не надо мне рассказать, я там плену, там, в Италии. А выгоден зачем? Я был, конечно... Подожди, кому вы, стоп, 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 кому выгоден? Зачем ему был выгоден, а ну-ка, расскажи. Ну, задай себе сам себе вопрос. Объясни мне ты. Ты же, ты же с Украины, ты лучше знаешь, объясни мне, зачем президенту выгоден Майдан, чтобы его свергли, вот, и он упиздил оттуда. Зачем ему выгоден? Ему команда, я так понимаю, потому что, мои коллеги, я поступал в Академию и взял УАР. Не было Ягуара почему-то... Ты мне можешь объяснить, зачем выгода, выгода? Я сейчас объясню. Я сейчас объясню. У Ягуара и эти четырехполковые свадометы, блядь. Все машины вот эти, чтобы разно... Выгоду объясни. Выгода в том, что ему приказали это все держать. Кто? Кто? Твой президент, блядь. Блядь, ебать нахуй, это самое... Это просто, блядь. Вы понимаете, вы на каких-то домыслах, на каких-то домыслах, на какой-то шизофрении, вот, вы толкаете вот эти темы. Я понял, объясни, почему он по-помаду разомат? Еще раз. Объясни мне, пожалуйста, почему он, президент страны, не дал команду разоматить. Потому что власть захватили нацисты, него нацисты. Ты прикалывайся, Майдан сколько длился? Ну, Турчинов, Турчинов захватил власть? Майдан был при Януковиче, Янукович в Нурки. Турчинов власть захватил? Ты вернись назад. Так я тебе еще раз это самое... Он с чего начался Майдан? Начал... Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Стой, подожди, с чего начался Майдан? То, что они начали, это, штурмовать резиденцию президента, и президент вынужден до с***аться? Послушай, до штурма резиденции президента, я сейчас спрашиваю, почему не разогнали Майдан? Ты мне можно как-то? Так, смотри. Начался Майдан. Батру. Начался Майдан. У вас по телевизору... Слушай, у вас по телевизору это самое. Начали там это. Вот, смотрите, бьют студентов. Вот. А репортер оттуда с Майдана говорит, подождите, но никто никого не бьет. И через два часа начинаются вот эти стычки. Я там был. Ты там был? А ты был? Я был, если я говорю. Сколько платили за Майдан? Хранителям правопорядка было. Сколько платили за Майдан? Я был со щитом-то. Сколько платили за Майдан? Я курсантом был, мне вообще ничего не платили. А, а тем, кто там стоял, сколько платили за Майдан? Только давай честно. За Майдан сколько платили? Кому ты имеешь в виду? Тем, кто стояли на Майдане. Минессонем? Ну, я не знаю, но я видел, как платили. Ну, платили. А за что платили-то? И кто платил? Кто тратил бабки на эти Майданы? Кому выгоден этот Майдан? Кому выгодна сейчас эта война? Путину. А, Путин. Путин платил Майдан? Я думаю, что да. Зачем Путину? Ну, почему, блядь? Какая у Путина выгода? Ну-ка, расскажи мне. Какая у Путина выгода? Послушай. Какая у Путина выгода? Какая у Путина? Давай вот вы, вы это, все на Путина. Какая у Путина выгода? Я повторял. Я тебе повторял, какая я выгода. Вы догадывали в том, что внести в рост, блядь, в этой стране, блядь. И то, что он хотел эту страну лишить государственности, ну, нихуя не получилось. За вот так вот, блядь. Понимаешь? Ага. А тогда он гибридной войной, он взял Крым, почувствовал, заебись. Почему дальше не пойти? Да, оно так и есть, блядь. Потому что я не вижу другого объяснения, почему Янукович не разогнал, нахуй, этот Майдан. Так, значит... Он не давал команду. Подожди. Аваков был... Откуда Авакова, министра внутренних дел. Никто не давал команды никому. Блядь, ты понимаешь, что... Эти люди все разносили нахуй виски. Подожди, ты понимаешь... Ты мне не рассказывай, я там был, когда нахуй не было. Подожди, ты понимаешь, какая у тебя сейчас каша в голове? Нет, это не каша. Это каша. У вас каша. Нет. Вы думаете, что Америка заплатила за Майдан? Так, подожди, а Нуланд же говорила... Подожди, подожди, а почему Нуланд говорила, что 5 миллиардов потратили? Да там не 5 миллиардов человек, там миллионы людей были. 5 миллиардов долларов потратили на демократический Майдан, блядь. Нуланд сказала. А ты мне сейчас говоришь, что это Путин. Нуланд даже пизданул... Нуланд пизданула, блядь, то, что это... 5 миллиардов потратили на Майдан. Вот. А ты мне сейчас говоришь... В смысле, какая-то пизда. Мне похуй, кто он? Я там был, ну ты понимаешь, что это пизды кто он? Я это видел своими глазами. Он мне рассказывает. Так, подожди. Что какая-то пизда где-то из Америки сказала, что у меня было в стране. Не насрать на ее мнение. У меня есть свое мнение. Ты не знаешь, что... Подожди, ты не знаешь, что такая Нуланд? Да мне насрать, что такая Нуланд. А. Ну просто... Правительство Америки хуйня. А ты насрать меня на нее. Ты понимаешь или нет? Так она же сказала, признала, что заплатили, блядь, 5 миллиардов. Так она срать мне на нее. А ты сейчас говоришь, что, блядь, это Путин, блядь, сделал. Да, это Путин сделал. Я уверен в этом, что это Путин сделал. Ага, но... Они сказали, что они заплатили, да? Ну, заебись. Может, и заплатили, я не знаю. Ну, какая разница. Что сказала одна тупая баба? Ты знаешь, как говоришь, блядь? Подожди. А Путину... А все тупые, блядь, есть умные, но один хуй тупые. Подожди. А Путину выгодно вот сейчас вот это санкции, вот эта вся хуйбова, блядь. Ему выгодно это все. Я думаю, нет, я думаю, что он не рассчитывал на это все. Да ладно, в смысле он не рассчитывал. Я думал, что он рассчитывал так же, как с Крымом все будет. В смысле, а на Крым же санкции наложили тоже из-за Крыма. Ну, я думал, что... Из-за Крыма наложили санкции и дальше продолжили накладывать санкции. Я думаю, что он думал. А, ты думаешь, что он тупой вообще, да? Он думает, блядь, а вдруг прокатит? А ну-ка, ебану, а вдруг прокатит? Блядь, не прокатило. Нет, нет, я так не думаю. Ты не утрил. Он далеко не глупый, блядь, чувак, блядь. Да, но ты же говоришь, что он, блядь, типа... Он не думал, что будут санкции. Ну, серьезно? Нет, санкции он знал, что будут. Причем? Я говорю тебе, что он думал, что будет так и с Крымом. Что вот так вот. Класс. А там все хуй с ним. Так подожди, санкции же были. Так а хули ему эти санкции тогдашние? В смысле? Сейчас да. А сейчас что? Сейчас это касается серьезные. А чем сейчас серьезные? Ну, у вас даже биржа стала, ты не знал об этом? Какой бизнес стал у нас? Биржа стала ваша, московская, ты не знал? А, стала, да? Нет, стала, ты представляешь. Хорошо, а от того, что она стала, что изменилась? Что изменилось? Что изменилось? Что изменилось? Ну, если у вас в стране не работает биржа, как? Как ты думаешь, что изменилось? Не знаю, мы ничего не почувствовали. Это все к лучшему. Но, что мы продавали на бирже или что мы продаем, что изменилось? Валюту. Валюту. А, валюту. Мы не можем сейчас купить валюту. Нет, вы не можете никаких операций ни с евро, ни с долларом, ни с фунтом. Вот я лично сейчас не могу, подожди, я лично сейчас не могу купить валюту, да? Да, нет. А если я тебе докажу, что могу? Не знаю, если ты у валютчика купишь, я согласен. У нас нет валютчиков, у нас нет валютчиков. Это у вас на Украине валютчик. У нас уже давно, у нас уже лет как 15, здесь нет валютчиков. Я понял. Рубль теперь неконвертируемый. Тебе объясни, что по долгу? Неконвертируемый. Слушай, а почему? Подожди. Своим рублем, прилетаешь в Англию, и это, твой рубль оказывается бумажкой, которую можно жопу потереть. Понял, в чем суть? Вот смотри. Или не понял? А, когда, когда биржа работала, стой, 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 стой. Когда биржа работала, доллар был 90 рублей. Вот сейчас биржа, биржа, ты говоришь, что это, перестала работать. Курс доллара 85. Ты понимаешь, что курс доллара сейчас рисует Твоя Набиулина? Каким образом? Ну, таким вы не торгуете, вы никаких операций не проводите. Ты не знаешь? В смысле? Позавчера. Ведите на телефоне. Позавчера. Позавчера. Подожди. Позавчера. Погоди, веди сейчас в этом телефоне, послушай. Мне просто сложно общаться, если этого не знаешь. Веди. Что? В своем телефоне, блядь. Остановка биржи, блядь, московской. И что? И прочитай. И прочитай. Свои русские источники. Так, и что мне даст это? И не лепи мне какую-то хуйню. Подожди, что мне это даст? Я прочитаю. Но по факту я иду в банке, покупаю доллары. В банке ты нихуя не купишь. Покупаю доллары, блядь. Вот я тебе сейчас приложение банка открываю. Покупай доллар. По 80 пен. Купи доллар. 85 это это. Так, курс доллара. Ну купи доллар. И покажи мне транзакции. Ух. У меня там два клика. Перевести валюту в валюту. Переведи у себя и покажи мне, пожалуйста, транзакции. Я посмотрю. Я тебе сказал. Да, хорошо, ебать. По 85 ты купил доллар. Тогда я не прав. Так, сейчас подожди. Один доллар, а сколько у вас там? Тебя же не жалко 85 рублей. А блядь, сейчас жгли. Ну давай. Мир дурозавором, ты откуда сам? Московская область. Я уже забыл, просто я помню, ты представлял. Заявка... А, это мне надо заявку оставить. О. Да, да. И завтра иду в банк, это самое, забираю доллар. Что? Короче, я тебе... Ну хорошо. Я даже спорю к ним. Понимаешь? Весь мир об этом знает, что операции с долларом у вас не проводятся. Почему? Я оставляю заявку в банке, что я завтра прихожу, это самое, забираю доллары, блядь. О. Знаешь почему? Почему? Потому что вот то, что у тебя выбивает, что на Биулина поставила... А скажи, пожалуйста, зачем тебе в твоей стране с твоей валютой доллары? Зачем тебе доллары? Вот смотри, она хочет сказать, смотри как, зачем мне в моей стране доллар, чтобы у меня был? Если я везде, в любом магазине, везде, даже машины, когда покупаю, это самое, я за рубли покупаю. Ты понимаешь, как рассчитывается твоя страна с другой страной? Чем? Как? Чем? Долларом, ты представляешь? Долларом. У нас покупают нефть, а газ, все за доллары, ой, за доллары, за рубли, немцы. Я не знаю, мне сложно с тобой разговаривать, я тебе еще раз говорю, после нашего разговора, это случилось где-то две недели назад, когда ваша биржа стала. А при чем здесь биржа? Это не так давно, где-то две недели назад, я думаю, где-то так, ну может меньше чуть-чуть. Почитай и узнай, зачем я буду с тобой спорить. Я не спорю, что вам нахуй не нужен этот доллар. С нами рассчитываются за рубли, мы рассчитываемся за доллары, все. Кто, блядь, а кто, блядь, Германия, блядь, Америка, блядь, Великобритания, рублей, рубли имей. Да. Тут и глупый человек, я не могу, я прошу прощения. Ну в смысле глупый? Ну нету нигде рублей, ты понимаешь, рубль это не национальный. В смысле не национальный. Ну кто там рассчитывает? Паша, рулет, телеганы ему. Не видно. А, сейчас сделаю. А, слушай. Так. Нет, просто интересно, вроде же... Я не хочу ничего слова, фото, что российские. Я тебе, блядь, ничего, финиш. Видишь? Нет, подожди, видишь ты меня чешешь одну хуйню, но я знаю то, что при стране этого нет. О! Вы, какой бизнес стал, блядь, нету, ничего не стало. Биржа, биржа, биржа. Биржа не стала, все нормально, торгуется дальше. Нормально все, со всеми. Во всем. Блядь, ну у меня в магазине, у меня в магазине. Те же самые, подожди. Да, нахуй мне эти выступления, блядь. Вот ты... Своего Лаврова, свого... Так, я тебе говорю, нахуй мне эти выступления. Вижу, что у меня творится. Вот есть магазин, у нас есть немецкие смесители. А, у меня сантехникой занимаюсь. Немецкие смесители, итальянские смесители, чешские смесители, блядь. Да, да, так это, понимаешь, как они к вам попадают? Как? Через Казахстан, через Турцию, смотри, я дальнобойщик. Я тебе расскажу просто. До войны, я здесь ездил, русских номеров было вот так. Так. Понимаешь? Во Франции и везде были на русских номерах люди. Сейчас ни одной машины за два с половиной года я не видел. Ни прицепа, ни машины. А какая связь с этим? А какая связь с этим? Какая связь с этим? Я не хочу ничего плохого сказать. Я, кстати, не хочу плохого. Смотри, фишка в том, что, блядь, машин там нету, но при этом, при этом, у меня есть итальянские смесители, блядь, дешевле, чем в Италии. Да, я говорю, конечно. Мне водят белорусы, я с тобой согласен, казахи, турки, ну просто это в два раза дороже, блядь. Ни хуя в том-то и дело, что у нас смесаки дешевле, чем в Италии, блядь. Ни хуя в том-то и дело, что твой Путин, вот сейчас. Да что ты мне втираешь? Говорю, давай сравним, давай сравним какой-то товар. Давай сравним, блядь. Вот давай, вот те же айфоны, которые говорили, что они уйдут с рынка, блядь. Не, я не знаю, я ее не пользуюсь, я помню. Они, если сравнивать с Украиной, блядь, у нас дешевле на 100 баксов, блядь. Я понял, виски пьешь? Виски? Нет, я коньяк пью, молдавский. Ну коньяка здесь нету, видишь, в Европе. Ну какой виски? Давай. Какой виски? А что, биржа виски тоже обнищала? Я сейчас пью джин бин. Джин бин. Сколько он стоит? Блядь, полное говно. Попробуй белорусский виски, ахуенный. Джин бин купить. Это пойло для... Девушки, если честно, не слышал вообще о белорусском виски. Первый раз слышал. Попробуй. Деван, пипи, креветки, виски, все то. А, 300 крон? Да, 0,7. Так, 0,7. А 300 крон это сколько? Ну, я тебе сейчас скажу. Где-то 1000 рублей. Сейчас, погоди. Курс крона. Ну, я так думаю, 900 рублей. Может, 1000 рублей. Ну, в примере 1000 рублей. Так. Так. Просто у вас виски тут наделают. Джин бин. Джин бин, Эппл. А как... Их... Они разные. Не, 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 не яблочный, а простой бурбон введи. Бо яблочный может быть дешевле. Простой бурбон. Простой и виски. 1479. Ну, вот видишь. На 500 рублей дорожило. Ебать, это самое, блядь. Вот это ты дал. На 500 рублей. Да я всего, блядь. Ты удача и три вот. Причем тут это. Байна, блядь. И на 400 рублей подорожало. Это биздец. Я даже не знаю, сколько оно стоило до этого. Может, оно столько же и стоило. О. Я не знаю. Давай. А, блядь. Метаксу у вас нету. Есть Метаксу. Сколько Метаксу стоит? Ну, она дешевле где-то 200 крон. Метаксу дешевле, блядь, чем Джим Бим? Конечно. Намного еще. Ну, здесь вообще коньяки не ценятся. Здесь, то есть, все пьют виски. Ну, Метаксу 0,7 то же самое. Полторы тысячи. Ну, а здесь намного дешевле. 0,7. Пускай цены покажут. Покажи, цены показывают. А, подожди. Ты в Чехии. Джим Бим в Чехии. Давай сейчас мы загуглим. Джим Бим в Чехии. Ну, 300 крон, я тебе говорю. Джим. Биздит. Ну, как я тебе цену покажу? На бутылке нету цены. Чех. Ну, я сегодня брал в Теско. Есть такой магазин Теско. Брал за 300 крон для 0,7. Это типа тезка? Не понял. Однофамилец, короче, да? По-украински. Почему однофамилец? У вас как фамилии? Подожди. Теско, это магазин Теско. У него чувство юмора пропало. У кого? У тебя. У тебя. Как на украинском. Почему у меня чувство юмора пропало? 339. Потому что слишком много ты думаешь о московской Березе. Круглыми сутками только и думаешь, что... Вообще, московская. Вы понимаете, девушки. Нет, ты скажи мне, селянин. Селянин, блин. Ты седюк. Ты откуда знаешь... В Альберте, в Альберте 339 стоит. Пусть я буду селянин. Подожди. Я же не темный, блин. В Альберте 339 стоит. Уже видишь на пиздел. Так, подожди. Стоп. Я был Теско сегодня. Курс, курс, курс. Ну, ты мониторишь торги или чем ты занимаешься? Ты торги мониторишь? Подожди. Подожди. Я тоже, пожалуйста, не понимаю про биржу. Ну, девушка, у вас какие-то представления? Я не хочу ничего никому плохого. Какие у меня представления? Если я о Нью-Йоркской бирже без понятия, мне как бы вообще подсрать, что там в Нью-Йорке. Так это в Нью-Йорке вообще, что у вас дыжа стало. Я смотрю на пау. Смотри. 339 крон. Треста. Подожди. 339 крон. Это 1242 рубля. Вот. А у нас 1400 вот этот джинбил. Так что, блядь, разница. Разница 200 рублей. Это, блядь, это пиздец не критично. Я же не говорю, что критично. Ну, ты чё, блядь? Так ты сказал намного дороже. Я же не критично или что? Ты сказал намного дороже. Ну, я тебе вот сейчас доказал 200 рублей. Я тебе спросил. 200 рублей. Ну, вот. 200 рублей разница. Ну, я же не говорю. Это, блядь, это, прикинь, дорога, блядь, сколько вот это всё вести, блядь, провозить, как ты говоришь, через Турцию, через Беларусь и всего лишь на 200 рублей дороже. А на кого это всё ложится, вот эти все растраты? Как ты думаешь? На кого? Ну, как ты думаешь? На Бибулина. На Бибулина. Послушай, если он... На Бибулина со своего кармана доплачивает, чтобы это, цены не поднялись. Она, она же с курсом доллара тоже так это, тоже доплачивает? Ну, с курсом доллара мы его совсем же всё, за доллар забудьте. В смысле забудьте? Ты не понимаешь, что это? Смотри, мой модератор, мой модератор только вернулся из Турции, с отдыха, блядь. И покупал доллары, блядь, без проблем, нахуй. В Турции, да. В Турции, конечно, он купит. В смысле? Она тут, она тут купила доллары. А в Турции, подожди, а в Турции за что она купила доллары? За рубли. А? Ну, в Турции... А, Турция, да. Ну, Турция может быть, там может быть, это самое. Вот. Ну, опять же, видишь... А, в Турции можно, да? Я с тобой серьёзно разговариваю. В Турции может быть. Я же не утрирую это всё. Подожди, слушай. Германия. Что показать? У вас такое представление, типа, что я поспешаю с вас. Нет, ребята. Так видишь? Нет, я веду к тому, что у тебя мозг засран. Вы понимаете этого. Я веду к тому, что у тебя мозг засран. Вот. Ты думаешь, подожди, ты думаешь, что мы долбоёбы, но при этом я тебе доказываю, что да, мы можем и тут купить доллары, и в Турции можем купить доллары, но тебе рассказывают, блядь, твои новости, там какие-то это... Всё, крах России. Крах России. Сколько ты уже слышишь? Два года? Да, блядь, никакого краха нет. Ну, ты что думаешь, что мы тут здесь... Ты что думаешь, что мы идиоты, блядь, или что? Ну, что ты лепишь, блядь? Какой крах России, блядь? О чём ты говоришь? Ты же сейчас, вот, всё, биржа встала, всё, вы всё, вымерли. Но при чём тут крах? При чём тут крах? Так а что? Так а как биржа же встала? Вот так вот, как а как жить будете, но чуть-чуть хуже. Чем хуже будем жить? Но никакого краха не будет. Чем хуже будем жить? Смотри, Россия в 22-м году была на 6-м... Нет, нет. Подожди, подожди, смотри, смотри, давай... Нет, нет, давай по мировому уровню, то, что вот это считается в... Там не мы их окащаем на себя, а по мировому уровню. Россия была в 22-м году, в начале, в январе, на 6-м месте по ВВП. На 6-м. Германия была впереди. Германия была впереди. В смысле? Что ты лепишь? На 6-м месте. На 69-м где может быть. Ну, что ты лепишь? Ну, смотри, давай. ВВП России. Ну, вводи, бля. 69-м. Это человек задумывается о московской бирже, но даже не в... ВВП. Это не человек. Это простой человек, как вы говорите, бля. Мне всё равно на вашу биржу. Не насрать вообще. Ну, понимаете ли? Который не теряет и понимает торгах. Ну, не ссорь. Подожди, подожди. Ты можешь зайти? Так. Вот смотри. Бля. Давай вот так, сейчас жди. Вот сейчас вижу ещё. Почка, Китай. Так, Китай не первый, что ты вёл? В смысле, а кто первый? Четвёртое место. Ты что, ты понимаешь, что... Откуда ты это считаешь? Зайди. Напиши. Список стран по ВВП. Мне придётся выйти из штулета. Ну, она сворачивается вроде это, не выходит. Ну, значит, смотри и верь на основах. Список стран по ВВП. Та же Википедия. Открываешь. В 22-м году, в начале, в январе, смотри, слушай, в 22-м году, в начале, Россия была на шестом месте. Вот, что ты мне показал, я там не увидел ни Германии, ни Японии. В смысле, блядь, блядь. Которые превосходят в разы, блядь. Давай. Там есть Япония? Да. Ой, блядь, не видел. Там есть Япония? Да. Смотри. Ну, самое главное, там нет Чехии, Украины. Китай, США, Индия. Китай, США, Индия, Россия. Япония, Германия. Ты понимаешь, что Япония и Германия в разы превосходят ВВП для России, блядь? В чём? Ну, я не знаю, куда ты зашёл. Япония намного богаче страна, чем Россия. Зайди, зайди, посмотри, пожалуйста. Да нечего мне спорить, но я не знаю, откуда ты эту информацию берёшь. Каждая, прокатывайся, ты понимаешь? В смысле, вот смотри. Это взрослый человек. Вот ты, я же тебе говорю, вот именно специально сейчас тебе зайди и напиши список стран ВВП. Если я зайду, я... Ты тебя не переключат, не переключат. Давай, я жду. Давай я тебя даже вот сейчас добавлю, подожди секунду, добавлю в друзья, дружить. Так, всё, я тебя добавил в друзья. Так, шлифт профиль, гляну какой твой. Так, всё, добавил в друзья. Если тебя выкинет, я тебя наберу. Чтоб ты не говорил, что это русская пропаганда, зайди у себя и посмотри список стран ВВП. А, ну тебя даже слышу, я-то, дружечко. Я напишу, потому что она не пишет. Список... 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 О... ВВП... 2022... ...2024 год. Ну, в Википедии. Увожу вашу Википедию русскую. Русская? Ну, Википедия, да. А там она, Орг или КОМ. В смысле, русская, блядь? Что вы нахуй всё приписываете, это русская? Русская, блядь, да. Русская, блядь, да.